Вообще, уже из первого доклада нам стало понятно, что нейроэндокринные опухоли это весьма и весьма гетерогенная группа новообразований, но что-то общее у них все-таки есть. И что же их объединяет? Ну, объединяет их прежде всего, это источник происхождения, все они происходят из нейроэндокринных клеток, поэтому любой орган, любая ткань, где содержатся данные клетки, могут быть продуцентами данной опухоли. Характеризуются эти опухоли секреции гормонов, гормонов множества в зависимости от локализации опухоли и нередко это даже гиперсекреция. Это опухоли, которые представляют собой достаточно широкий спектр новообразований, это различные карциноидные опухоли, о которых мы говорили, это опухоли панкреатические нейроэндокринные, это мелкокруглоклеточные нейроэндокринные опухоли, которые могут локализоваться в любом органе и ткани, фактически и теракальные хирурги, и абдоминальные хирурги, и гинекологи могут встречаться с данными наобразованиями. Ну, а химиотерапевты, конечно же, занимаются лечением уже более распространенных процессов, и бывают случаи, когда мы встречаем опухоли без первично выявленного очага, это тоже не редкость. На самом деле нейроэндокринные опухоли относятся к категории редкой патологии, в целом где-то это примерно 12-15 случаев на 1 миллион населения, хотя об истинных цифрах говорить очень сложно, потому что, несмотря на то, что мы видим ежегодный прирост, это опухоли, которые характеризуются достаточно латентным течением, особенно если мы говорим об опухолях с характеристикой G1. И вот благодаря такому скрытому течению, нередко медленному прогрессированию, эти опухоли в большинстве случаев могут диагностироваться уже в стадии достаточно распространенной, в стадии диссеминации опухолевого процесса. На чем основывается постановка диагноза нейроэндокринных опухолей? Это, конечно же, данные осмотра, результаты инструментальных методов обследования, результаты биохимических маркеров и патоморфологическом заключении. Причем, обращаю ваше внимание еще раз, что ключевое значение в диагностике имеет результат патоморфологического исследования. На сегодняшний день это фактически золотой стандарт для определения дальнейшей лечебной тактики. Ну, если мы посмотрим на перечень тех обследований, которые мы должны предоставить пациенту, чтобы поставить диагноз нейроэндокринной опухоли, ну, помимо сбора анамнеза, осмотра, сбора жалоб, пальпации всех групп периферических лимфатических узлов, клиника биохимическое обследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости малого таза и периферических лимфоузлов, кроме этого, возможно, выполнение компьютерной томографии либо МРТ органов брюшной полости малого таза, рентгенографии органов грудной клетки, ЭКГ и обязательно эхокардиография, особенно если речь идет о пациентах с карциноидным синдромом. Естественно, крайне важное значение имеет это морфологическое исследование опухолевой ткани с детальным определением и многистохимическим определением тех маркеров, которые характерны для данной опухоли. И крайне важное значение имеют биохимические маркеры. И здесь мне бы хотелось предоставить слово Льву Михайловичу, поскольку Льв Михайлович более детально осветит нам вопрос, касающихся именно маркеров нейроэндокринных опухолей. Ну, слайдов нет, поэтому я, так сказать, просто скажу в таком ключе. Обычно в какое руководство или в какую серьезную работу не заглянешь, маркеры делятся на маркеры общего характера и на специфические. Под этим понимается, что первые из них, они, в принципе, другими словами, характеризуют нейроэндокринность, если можно так выразиться, а специфические, они все-таки иногда подсказывают заинтересованному доктору, из какого органа может это происходить или какой направленности этот сдвиг можно ожидать. Потому что если говорить об общих маркерах, то в большинстве из присутствующих и слушающих нас, конечно, эти слова уже неоднократно слышали, но среди общих это прежде всего хромогранина и нейронспецифическая инолаза. Изредка можно, ну, то есть достаточно часто, но реже пользуются все фактически, без исключения. И в нашей практике это не очень часто. Есть еще такой маркер, который называется панкреатический полипептид. И он в основном выявляется как раз, вот если пользоваться той справедливой классификацией, которую говорила Татьяна Сергеевна, преимущественно при функционирующих на образованиях, при нефункционирующих, он не очень, может быть, пользуется спросом. Хотя вот я не помню, у нас, по-моему, такого маркера нет в нашей практике, но в городе, конечно, можно найти лабораторию, в которой панкреатический полипептид определяется. Теперь важно понимать, что это общее правило, оно как бы звучит банально, но оно справедливо, что нужно всегда пациента и доктору самому, и пациенту он должен ориентироваться на то, чтобы пациент всегда определял вот эти анализы, делал в одной и той же лаборатории. Во-первых, меняются методы часто от лаборатории к лабораторию, и, соответственно, часто меняется то, что мы называем референсными значениями или иными словами, просто нормой. И поэтому нужно понимать, что если мы определяем хромогранина, и вот я, например, специально выписал, есть лаборатории, которые определяют хромогранина в таких единицах, как НГ, нанограммы в миллилитре. А есть лаборатории, которые определяют как миллимоли в литре. И поэтому это изначально надо понимать, не бояться неожиданных цифр, а сначала проверять, собственно, о чём идёт речь в предыдущих анализах. И когда выясняется, что там разные методы оценки, то понятно из-за чего, что испуг был напрасный. Теперь, если это нужно озвучить, но я не думаю, это всегда всё-таки нужно заглядывать в те референсные значения, которые конкретно лаборатория даёт. Значит, если повторяю общие маркёры, то мне в основном известны на практике два и третий, то есть хромогранина и нейронспецифическая аналаза, и третий – это панкреатический полипептид, который, как я сказал, определяется реже. Среди специфических, ну, нужно понимать, о какой специфике мы говорим. Ну, наверное, прежде всего, о группе новообразовании. Не конкретно, что исходит там, скажем, из такой-то части желудочно-кишечного тракта. А прежде всего, это, скажем, принадлежит такой подход к попыткам выявления новообразований, скажем, лёгочной ткани или, предположим, того же желудочно-кишечного тракта, о котором мы говорим. Значит, среди специфических это, прежде всего, можно назвать серотонин. Серотонин, который, значит, и в сыворотке крови определяется, и в цельной крови, и, значит, бывает повышен и при карциноидном синдроме, то есть фактически является одним из важных методов для оценки вот такой тоже. И, кроме того, особенно раньше это было популярно, но сейчас тоже пользуется 5-окси-3-эндолуксусная кислота, или сокращенно 5-О-И-У-К, или 5-ГИУК мы его просто называем. И, значит, в норме суточное выделение этого параметра, значит, это явно в моче определяется, 2-10 мг, и важность его состоит в том, что он является метаболитом серотонина. А серотонин, как мы сказали, это такое, как бы, с одной стороны, специфическая вещь, потому что это показывает нейроэндокринность, но с другой стороны важно и при прослеживании, и, так сказать, при уже проведении терапии и так далее и тому подобное. Ну, иногда определяют гистамин, как-то вот нам не очень приходилось часто гистамин определять, но тут получается так, что гистамин может быть повышен, это в крови его определяют, и при нейроэндокринных опухолях лёгких, и может при желудочно-кишечном тракте. Поэтому я просто лишний раз хочу подчеркнуть, что определение этих маркеров всё-таки нам на локализацию образования не очень указывают. То есть может в дополнение вот к тем методам инструментальной диагностики и к тому анализу, который морфологи могут сделать при биопсии, всё-таки они о чём-то дополнительно говорят. И потом, когда начинаются такие вещи, которые вначале перечислялись, там випомы, глюкогономы, ну, инсулиномы и так далее, тут уже даже по одним названиям понятно, что здесь диагноз связан с определением конкретного маркёра. То есть мы не можем говорить, скажем, об инсулиноме, не определяя инсулин, допустим, ацепептид, потому что, конечно, бывает функциональный гиперинсулинизм, это понятно, и там тоже инсулин может быть повыше. Но всё-таки, очевидно, при инструментальной и дополнительной оценке какое-то выявляется образование, скажем, в той же поджелудочной железе, потом для инсулиномы клиника характерно определённое, там чувство голода и целый ряд других симптомов. Но при этом, когда мы слышим такие слова, как там випомы и так далее, это в клинике большая редкость, потому что, конечно, они бывают редко, но если, например, у нас в институте вазоинтестинальный пептид, полипептид не определяется. В городе, так сказать, ответить на вопрос, а не випома ли это, можно, но для этого, в общем, надо иметь довольно большое количество соответствующих лабораторий, но, в принципе, я знаю, пациенты часто бывают же из регионов. Я всегда спрашиваю, вот вы там говорите о том-то и том-то, а где, собственно, вот вы из города Рыбинска, условно говоря, где вы, собственно, делаете анализы? Они говорят, у нас есть медицинское учреждение, где пробы собираются и, допустим, посылаются в город Москвы, я условно говорю, потому что Рыбинск и Москва – это где-то близко. То есть, фактически, я думаю, что это и путь развития лабораторной службы в стране, потому что, несомненно, подобно тому, как создаются лечебные медицинские центры, создаются и определенные центры лабораторной диагностики. Это важно. Это, во-первых, экономит средства, в том числе, извините, государственные, потому что, если вам говорят, что мы можем определить вазоинтестинальный пептид в том случае, если вы нам, предположим, предоставите там 20 или 30 проб, то вы будете... Копить очень долго. Копить очень долго. А если есть центр, который обеспечивает один из крупных регионов страны, то это решает многие проблемы. И тогда нам понятно. Конечно, мы можем сказать, ой, да всё равно это закончится там, скажем, операцией, или, допустим, аналогами самоатестатины. Да, несомненно, это в значительной степени так. Но всё-таки эти новообразования могут и по клинике, и по своему течению существенным образом различаться. И вот те вопросы, которые там Рашида Вахина справедливо задавала, это может оказаться, что для одних нейроэндокринных новообразований имеются элементы прогрессирования. И там, если начинается Ж2, то это действительно наиболее, наверное, сложный момент, потому что может и в Ж3 там перейти и так далее. Но я всегда при этом думаю, ну хорошо, возьмём карциномы эндометрия. Там есть тоже в Ж1, в Ж2, в Ж3. Теоретически нельзя исключить того, что новообразование становится более агрессивным. Конечно, трансформация в партнер. И мы это видим. Но нейроэндокринные опухоли это просто может быть из-за того, что их происхождение связано с нейроэндокринными клетками. которые от каких-то других классических эпитериальных клеток несколько отличаются, всё-таки, правда? Вот. То, в принципе, можно себе представить, что накопление этой информации... Вопрос был очень важный, кстати. Потому что для меня... Вот у меня такое представление, что могут быть и элементы регрессии. Потому что, ну, а для чего люди, собственно, занимаются консервативной терапией? Как не для этого. А химиотерапевты же сплошь и рядом, так сказать. Если бы у них была возможность проследовать материал динамики, они бы это чаще видели. Равно как бы они и видели, что бывает, если не проводилось своевременное лечение, или там что-то не делалось вовремя, или просто в зависимости от индивидуальных особенностей новообразования, может быть, к сожалению, и в другую сторону идти, то есть в сторону агрессивности. И поэтому я думаю, что это один из важных элементов, которые мы сегодня обсуждаем. Так что это очень хорошо. Значит, что я хотел бы ещё сказать? Ну, есть люди, которые говорят, что у них там определяется и самоатестатин. Ну, потому что есть такие новообразования, которые называются самоатестатиномы. Это есть, но это, видимо, тоже очень большая редкость. Я на нашей практике не слышал об этом. Но вот мне просто интересно, я не знаю, кого из присутствующих спросить. Значит, если мы смотрим, допустим, у нас есть такая возможность в рецепторах самоатестатина. Имеет ли значение параллельное определение самоатестатина? Вот мне ответ на этот вопрос не совсем понятен, потому что это могут быть разные совершенно, естественно, вещи. Но, может быть, если мы следим за тем и другим, и у нас есть такая возможность, то мы можем отвечать и на какие-то лечебные вопросы. То есть, вот завершая то, что я хотел сказать, то мне представляется, что, конечно, определение маркёров и деление их на общие и специфические, оно довольно важно. Потому что, если мы говорим от хроматогранин повыше, потом, в конце концов, нашли, что это было вот такое-то новообразование с конкретной там терминалой. Но он был повышен. Во всех ли он случаях одинаково повышен при тех редких новообразованиях, которые мы... Или же нет. Да, или же нет. Понимаете, здесь вопросов очень много. Поэтому, с одной стороны, действительно, вы правы были, когда говорили о том, что вроде бы частота нейроэндокринных опухолей увеличивается, но это тоже такая вещь. Она нуждается в хорошей статистике онкологической. Потому что некоторые говорят, что просто, знаете, раньше там были трудности с диагнозом. Мы не видели того-то кого-то. А сейчас стали лучше диагностировать, что уже является достижением современной медицины. Ну, про инсулин мы уже говорили. Тоже специфический маркер. А дальше, значит, я думаю, передаю слава к другим товарищам. Я только не знаю, в какой момент мне нужно будет еще сказать, что когда вы, коллеги, а тут есть же клиницисты, естественно, не только уважаемые морфологи или там диагносты, инструментальщики, вот, когда речь идет о диагностике, то мы все-таки опираемся только на эти лабораторные данные, которые мы перечислили. Или вот меня интересует мнение клиницистов тоже. Как они присматриваются к клиническим аспектам. Это не всегда помогает. И потом, конечно, вот инструментальные методы, сцентеграфия современная, она, конечно, может открыть дополнительные перспективы. Мне кажется, так. Вот, что я последнее хотел сказать, забыл сейчас. Когда мы направляем пациентов на какие-то анализы, надо понимать, какие есть ограничения при определении тех или иных параметров в отношении питания того, кого вы направляете, и в отношении того, какие он препараты получает. Да, это очень важно. Это важный момент. Я не знаю, может, сразу об этом поговорим? Вот давайте. Я посмотрю, я несколько слов себе сохранил. Значит, во-первых, если вы назначаете пациента на хромогранина, это в частности широкая вещь, то нужно, во-первых, отменять ингибиторы протонной помпы. Это тоже частое лечение при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях. Так, потом есть антагонисты гистаминовых рецепторов второго типа, к ним относится старое поколение, это циметидин, а из новых там сейчас, по-моему, 4 или 5 групп таких препаратов. Ну, в общем, надо пациентов опрашивать, а какие вы препараты регулярно принимаете. И если мы не помним чего-то, а это нормальная вещь, что доктор не помнит, но если он заглянет в соответствующий кусочек интернета, то он увидит, что, например, то-то и то-то может на уровне хромогранина А или там еще чего-то отразиться. И тогда надо на несколько дней это отменять, если состояние пациента, скажем, это позволяет делать. И как эндокринолог я могу сказать, что, конечно, очень важным является исключение определенных продуктов питания. Потому что если мы говорим с вами о тех вещах, о которых мы сегодня говорили, вот об определении, скажем, серотонина и 5-ГИУК, то там это, в общем, достаточно хорошо известно, но я бы хотел повторить, что нужно отменять, ну, как минимум на 3-4 дня, некоторые говорят 2-3 дня, но чем больше, тем лучше. Бананы, авокадо, ну, это все как бы, ну, на самом деле люди пользуются этими вещами. Ананасы, как ни странно, баклажаны тоже вот, ну, зависит от сезона, но тем не менее. Помидоры, кстати, орехи там разные, в частности, грецкие. Ну, и, естественно, шоколад и кофе. Я не знаю, естественно или не естественно, но это во всех списках присутствует. И, конечно, надо этого избегать, потому что, если мы хотим получить достаточно достоверный ответ и верим своей лаборатории, то еще что-то пациент должен сделать, а именно правильно собирать пробу, собирать правильно ее, отменив те или иные препараты, или отказавшись от тех или иных продуктов питания, которые, может, кому-то доставляют большую радость, но так сказать нельзя. Ну, в общем, основное, что по этому поводу хотелось сказать, я скажу. спасибо большое, я думаю, в конце обсуждения мы зададим вопрос, Льву Михайловичу, если у кого-то есть. Ну, если он способен ответить. И быстренько, голопом мы побежали, поскольку мы выходим уже из нашего регламента. Компьютерная томография головного мозга, либо МРТ головного мозга выполняется по показаниям, ПЭТ-КТ для G2, G3 опухолей, ПЭТ-КТ с галием по показаниям для опухолей G1, G2. Еще раз обращаю ваше внимание, что основное, ключевое значение в диагностике имеет именно морфологическое заключение. Это неотъемлемый компонент комплексной диагностики нейроэндокринных опухолей. И именно точный патоморфологический диагноз имеет первостепенное значение в выборе метода системного лечения, если мы говорим уже о распространенном процессе. Оно позволяет нам выбрать вариант лекарственного лечения, схему, которую мы предполагаем использовать, последовательность назначения препаратов. То есть алгоритм всего системного лечения, он полностью зависит от корректного морфологического диагноза. Нам сегодня уже Татьяна Сергеевна рассказала о том, что вне зависимости от локализации все нейроэндокринные опухоли подразделены на три основных группы. Это опухоли низкой степени злокачественности по гистологическому заключению, G1 промежуточной или умеренной. Это G2 и высокой степени злокачественности это опухоли G3, которые по-другому называют как нейроэндокринный рак. Ну вот в зависимости от методической активности и индекса КИ67 следующим образом распределены эти опухоли. Останавливаться подробно на этом не буду. И какие же у нас основные варианты для лечения нейроэндокринных опухолей. Основными методами лечения являются три, которых мы используем практически для всех опухолей любой локализации. Это хирургическое лечение, это системная лекарственная терапия и лучевая терапия. Кратко скажу о хирургическом лечении. Это все-таки неотъемлемый компонент и основной метод лечения нейроэндокринных опухолей, особенно если речь идет о локализованной форме, максимальное удаление первичной опухоли регионарных узлов и в случае олигометастатического заболевания удаление отдаленных метастазов. Вообще циторедуктивные операции при диссеминированном процессе они позволяют не только улучшить качество жизни, но и улучшить показатели выживаемости. И в целом пятилетняя выживаемость больных, которые подвергались оперативному лечению, независимо от стадии опухолевого процесса, она составляет порядка 60%, то есть цифра достаточно высокая. Но мы должны помнить о том, что если мы говорим о неоперабельном, о нерезектабельном метастатическом процессе, то только хирургический подход не позволяет улучшить отдаленные результаты лечения пациентов с данной степенью распространения опухолевого процесса. Так вот, какие варианты лекарственного лечения мы можем использовать? Для высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей, это опухоли G1, G2, степень дифференцировки, основным методом лечения является гормонотерапия. Аналоги стоматостативно пролонгированного действия, ктриотит и ланриотит используются как самостоятельный метод лечения. Возможно, комбинация этих препаратов с цитостатиками, таргетными препаратами, интерфероном альфа, в том случае, если мы говорим о распространенном опухолевом процессе, или же мы говорим о опухоли G2, которая сочетается с карциноидным синдромом. То есть, это вот как раз та категория, о которой говорила Рашидовахидна, к которым очень трудно подобраться. В том случае, если мы видим недостаточный эффект на фоне монотерапии данными препаратами, доза может быть эскалирована, либо возможное сокращение интервалов, то есть, увеличение плотности дозы. Интервалы мы можем сокращать даже до 14, либо до 21 дня. Для G3 опухолей возможно использование аналогов соматостатина, но только для контроля симптомов карциноидного синдрома и применяется в комбинации с цитостатической терапией. Если мы говорим о таргетной терапии, два препарата для лечения нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта, это эверолимус и сунетиниб. Сразу скажу, что сунетиниб применяется только для лечения нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Эверолимус и тот, и другой препарат используется либо в качестве второй, третьей линии лекарственного лечения при прогрессировании на фоне аналогов соматостатина, либо возможно их использование в первой линии в том случае, если мы не определили рецепторов соматостатину или нет возможности проводить химиотерапию у пациента. Оптимальная последовательность назначения этих препаратов четко не определена, но в случае прогрессирования на одном препарате возможен переход и на второй препарат, если мы говорим о нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы. Применение таргетной терапии при низкодифференцированных G3 степень дифференцировки таргетные препараты не используются. Иммунотерапия. В качестве иммунотерапии для лечения нейроэндокринных опухолей G1, G2 используется интерферон альфа. Он показан в качестве терапии второй линии при высоко дифференцированных опухолей. Используется как дополнение к аналогам соматостатина, о чем я уже дуемая доза для применения составляет 3 миллиона международных единиц подкожно 3 раза в неделю либо возможно использование пигелированной формы препарата. Ну и надо помнить о том, что одним из основных вариантов лекарственного лечения является химиотерапия. При нейроэндокринных опухолях G1 в первой линии химиотерапия не применяется. Это надо помнить. Исключение составляет только те случаи, когда отсутствует эффект от предшествующего лечения либо при быстром прогрессировании. И вот здесь-то как раз клиницист очень часто и задумывается, не произошла ли трансформация G1 в G3. Это очень вопрос, который мы в начале нашей дискуссии затронули. Для клинициста он очень остро стоит. При опухоли G2 применение химиотерапии возможно в сочетании с аналогами соматостатина, особенно в том случае, если выражен карциноидный синдром и большая опухолевая масса. Но при G3 это основной метод лечения больных. Вот эта масса режимов химиотерапии, все о них знают, все их видели и читали, которые мы можем использовать при опухоли G2. При опухоли G3 несколько иной спектр, практически все пересекается. Но надо помнить, что основными вариантами для химиотерапии это является комбинация этапозидо цисплотина и этапозидо карбоплотина. Ну и в завершении мне бы хотелось сказать о том, что, конечно же, мультидисциплинарная команда должна быть в каждом центре. И от наличия грамотного морфолога, главного грамотного онколога, хирурга, радиотерапевта, лучевого диагноста, специалиста биохимических лабораторий, анестезиолога, терапевта, только вкупе работа специалистов в одной команде позволит достичь хорошего эффекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok